Информационная программа 24. Главные новости к этому часу. В эти минуты окрестностей Славянска обстреливает с воздуха украинская авиация. По поселку Семеновка выпущено минимум 5 ракет. Также от авиадара пострадал поселок Черевковка. Масштаб разрушения и численность возможных жертв пока оценить. Насколько это возможно точно невозможно. Обстрел продолжается. По данным ополчения авиация поддерживает бронеколонну, которая сейчас движется к Славянску. Луганские ополченцы только что отпустили на свободу пленных солдат украинских внутренних войск. Сегодня после 18-часового боя бойцы самообороны взяли под контроль воинскую часть в Луганске. Потери есть с обеих сторон. Количество убитых и раненых уточняется. По информации к этой минуте погибли 6 человек. На территории части произошел сильный взрыв и начался пожар. Сейчас бои идут в разных частях Луганска. Есть данные о применении гранатометов рядом с воинской частью погранслужбы Украины, которые атакуют ополченцы в городских больницах. Сегодня и в эти дни много раненых. В нашу больницу после вчерашних событий из разных концов города Луганска доставлено 26 пациентов с огнестрельными ранениями различной степени тяжести. Всем им оказана неотложная помощь, в том числе и хирургическая. По показаниям прооперированы. Сегодня окончательно стало понятное сообщение информагентств, что на Украине очень скоро станет больше иностранных военнослужащих, а республиканская армия сможет активнее участвовать в учениях войск НАТО. Готовы к подписанию соглашения о создании с Литвой и Польшей мононациональной военной бригады. Эти страны, кстати, члены Североатлантического альянса, будут расширять сотрудничество с Украиной. Документы о создании военного соединения под эгидой НАТО планируется подписать до конца этого месяца. И сегодня же НАТО окончательно определилось, что будет помогать Украине деньгами, военным снаряжениям и советниками. Скорее всего, НАТО и пойдет. Тот самый миллиард долларов, который президент Обама попросил у Конгресса США. Главной темой заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе вновь встал украинский вопрос. Организация, цитирую, с интересом ждет начала работы с Петром Порошенко. Генсек НАТО Андерс Фок Расмусен пообещал, что НАТО уже совсем скоро выйдет на новый уровень сотрудничества с властями Киева и пригрозил наращиванием военной мощи альянса. Мы дали понять, что НАТО надеется на сотрудничество с новым президентом Украины и стремится поддерживать реформы в сфере безопасности и обороны Украины. В ближайшие недели мы будем дорабатывать комплексный пакет долгосрочных мер, чтобы сделать реформы на Украине более эффективными, а ее вооруженные силы мощнее. Ситуация на Украине не должна использоваться Соединенными Штатами Америки и НАТО для наращивания своего военного присутствия. Это заявление постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Вопрос о том, зачем Обаме понадобилось турне по Восточной Европе и как это поможет Украине, Чуркин ответил прямо. Здесь важна не поездка, а большая политика. Если политика заключается в том, чтобы увеличивать силы НАТО и воспользоваться трагической ситуацией на Украине, чтобы наращивать мускулы, время от времени они пытаются воспользоваться какой-то ситуацией, чтобы обеспечить быстрый рост или быстрый запуск для решения каких-то задач. Это нанесет ущерб общему международному взаимодействию. Развитие событий мы обязательно подробно расскажем в следующих выпусках программы 24 на РЕН-ТВ. Оставайтесь на нашем телеканале.